Доброе утречко! Машенция тут покушала только что свой завтрак, как и хозяйка. Но хозяйка, в отличие от собаки, так себя потом не ведет. Не вытирает мордочку о ковер, не дрыгает лапками, но у каждого свои. Манеры поведения. Хозяйка пойдет чистить зубы после завтрака, а потом хочет прогуляться. Долго сидела я на всякие выходные и не выходные, на праздничные дни дома, потому что болела. До сих пор еще немножко насморк, немножко кашля, но это не вирус, поэтому никого я не заражу. И привет, машенция! И поэтому зашла посмотреть на страничку Хумана, что у нас происходит. Нашего сайта Хумана ЛВ. Это секонд у нас такой, и я думаю, что многие его знают. И обнаружила, что цены-то у нас-то уже, собственно говоря, сильно подупали. То есть в части Хуман будет 50% скидка, а еще в одной будет 1,5 евро за каждую вещь. Поэтому думаю, давайте-ка мы с вами, наверное, прогуляемся, давненько не были, сходим, отвлечемся от всяких грустных дум и прочего и устроим себе праздник, такой мини-праздник какой-нибудь покупочки. Но ерунду покупать не будем, будем смотреть, что там можно за такие деньги найти хорошенького. Меня потянуло на всякие блузочки интересные. И хотя это не по сезону, это скорее летние. А у нас еще все еще там зима, и даже, я бы сказала, выпал маленький мини-снежок, потому что ночью было прохладно. Так, Машинцы, ты куда? Куда ты ползешь сюда? Ты сюда к нам поближе? Ну давай сюда поближе. Вот, поэтому оденусь потеплее и буду думать о весне и о лете, которая теперь уже потихоньку приближается. Да, Машинцы? Вот, поднятая лапка, значит, гладьте мне животик. Привет, Мушка. Привет, а ты остаешься дома. Мушка. Ой, скажи, вкусно было. Вкусно было, но мало. Умоемся, прямо как кошечки. И будем дальше спать. Ну вот, я уже одета, полдесятого. Я уже стремлюсь выйти поскорее и прийти самой первой. Не потому, что я там из-за этого думаю что-то найти интереснее, а потому, что у меня еще сегодня много всяких дел, и надо поспешить. Что мы сейчас с вами и сделаем. Духами сегодня пользоваться не буду, все равно их почти не чувствую. У меня нос забит до сих пор. На улице примерно минус один или ноль, но на следующей неделе обещали плюс десять. Что творится с погодой? Ну что ж, идем? Вот такой вот слегка, что называется, подморозила. Немножечко там кабельку снега выпало. Хоть напоминает чем-то зиму. Люблю раннее утро. Последнее время так долго сплю. Почему-то. Прямо как медведь спала в спячку зимой. Но когда удается выйти вот пораньше, очень этому радуюсь. Свяжу хорошо, птички летают, никого нету. Ой, замечательно просто. Грибы в январе. Что это такое? Какие-то опята. Весело так растут, бодренько. На лужах лед. Решила немножко подъехать, потому что скользко. Никто не посыпал дорожки песком. Никто не ожидал, наверное. И мои сапоги на круглую подошву довольно хорошо скользят. Получилось, что я немножко раньше. Зато покажу вам утреннее небо в городе Рига. Вот она, Хумана. И цена полтора евро, как и было обещано. Лещи много, а людей мало. Идеальное сочетание. Цвет, конечно, яркий, прямо в рви глаз. Но как-то она немножечко что-то мне не очень нравится. Голубая джинс, она тоже не по размеру. Что я себе как-то так неудачно выбираю. Ну, наконец, что-то по размеру. Такая очень длинная, хлопковая, хорошего качества рубашечка. Серого-голубого цвета. Рукав я подобрала. Ну, как-то так. Изначально стоила 3 евро. Размир 42. Марка вот такая. Коротенькая, просто понравилась, опять же, качество, рисунок, цвет. Но брать не буду. Еще вот эту взяла посмотреть. Она мне, скорее всего, будет маленькая, но тоже так понравилась. Такая веселая. Сверху, вроде бы, даже ничего. Еще в секунду довольно много текстиля. Всегда можно найти либо скатерс, либо салфетки, наволочки, кусочки материала. Все, что угодно. Так, очевидно, у меня еще из Ферина съездить в тот секунду, где 50% скидка. Реклама нашей Икеи. Да, 26 января там какие-то, ну, судя по ценам, большие скидки. Никак не могу туда добраться, доехать, потому что это на другом конце города. Очень далеко. Но, наверное, стоит сделать такое усилие над собой. Мне эта вещь понравилась, если бы не эта надпись. Еще какие-то цифры. Вот так, такая вот накидка. 350 будет стоить с 50% скидкой. Так, карманов нету. Думала, что она такая большая. Вот эта марка, она скандинавская, и она, нуля, как раз, фаборитная женщина. Такая у меня такая. Хотелось что-то веселое, яркое. Не заметила, что там резиночка снизу. Но я все-таки избегаю брать с резиночкой. Еще такой вот смотрела. Шелковая блуза. Ну, она оказалась мне маленькая. Почему даже очень? Какой же это размер? Еще однолетняя рубашечка, хлопок. Такие защипчики везде. Довольно приятная. Рукавы подбираются. Не знаю, мне кажется, у меня уже их теперь много. Еще одна такая оверсайз. Веселенькая. Была еще примерно такая же в красноватых, розоватых каких-то тонах. Это желтенькая. Если не одените, она желтая. Итак, я дома еще один раз покажу покупочки. Ничего такого вот особенного на этот раз не удалось найти. Но рада вот этой, например, такой длинной блузе летней. Потому что хлопок, тоненькая, приятная. Можно подобрать рукавчик. Можно какое-то украшение, белую сумочку. Хорошо бы, конечно, белая брючка. Нету, в чем я сейчас. Но делаем скидку на то, что еще пока зима и холодно. Вот так вот. Полтора евро. Очень довольна. Еще, кстати говоря, там же, в том же секунде нашла вот такую. Не знаю, как это назвать. Большой носовой платок или красивая салфеточка. Какие-то вообще-то минимальные сантимчики стоило. Еще не знаю, куда я ее приспособлю. Но вот чем-то она меня зацепила, понравилась. И решила, что я ее все-таки возьму. И все-таки взяла эту штучку. Не выдержалась. Ну вот, понравилась. Такая вот она веселая, позитивная, солнечная. И, наверное, мне этого сейчас не хватает. Хреплю очень. После прогулки голос совсем в силу. Значит, я еще не долечилась. Даже если я не рискну куда-то на улицу одевать, потому что она все-таки такая совсем в обтягу. У меня сейчас два направления. Либо совсем в обтяжку, либо прям такую оверсайз, что туда можно двух меня поместить. Как-то я вот в свои размеры так с трудом попадаю. Вот меня куда-то заносит. То в одну сторону, то в другую. А здесь просто хорошее настроение вызывает. Те же полтора евро. Так что можно было взять. И, конечно, я все-таки не устояла от этого пулловера, как там написано на вирочке от фирмы Улла Пумкин. И он мне даже, кстати, пончо напоминает чем-то. Жалко, кармашков нет. Вот прямо руки так и хочется куда-то затолкать. И к нему даже купила вот такой вот яркий шарфик. Красивый, красный, веселый. Ну, не только к нему. Везде смогу носить. И по идее, если одеть снизу какой-то джемперок потеплее, то весной можно без какой-то верхней одежды воспринимать вот эту вещь как верхнюю одежду. Единственное, что, конечно, эта надпись меня все еще до сих пор смущает. Не знаю, может, я вообще надписи не люблю. Может, я не хочу, чтобы кто-то обращал внимание на это. Потому что она прямо бросается в глаза. Я думаю, здесь либо немножко прихватить. Как бы вот так вот. Она позволяет вещь-то очень большая, широкая. И таким образом зашить. А может быть, что интереснее, на мой взгляд, на Алиэкспрессе есть, продаются такие зажимы-защипы для кардиганов. Они тоже будут немножко прихватывать, но не сильно. То есть, что-то там будет видно, какая-то надпись. Но можно будет только догадываться, что там написано. И я сейчас попробую, кстати, найти на Алиэкспрессе. Потому что вещь, эти защипы, она очень хорошая. И, может быть, вы тоже не знали о ней. Она вам пригодится для всех вещей, которые требуют немножечко, чтобы их стянули. Но в то же время, чтобы это смотрелось как-то интересно. Можно, конечно, какую-то брошечку. Но я мало себе представляю, какая брошь может вот здесь вот держать. И действительно, наверное, сильно стягивать не стоит. Вещь очень объемная. Вот это тот самый вариант, когда меня тянет на что-то оверсайз совсем. Но на удивление я себя чувствую в ней очень комфортно и хорошо. Мне кажется, это самое главное. И вот, если решите найти, то можно сказать, либо на пряжке, либо вот я набрала зажим для кардигана. И вот здесь буквально за какие-то копейки есть такие интересные штуки, достаточно интересные. Чем-то похожи на мужские подтяжки, которые были в советское время. Вот, ой, если видите, вот так можно защипить. И будет очень красиво смотреться. Жалко, здесь нигде не показано, как это на человеке выглядит. Но как бы идея мне ясна. Тут есть и нарядные вот такие, с какими-то каменьями различными. И с какими-то жемчужинами. Но, наверное, здесь нужно что-то, конечно, попроще, потому что сама вещь очень такая простая. Давайте-ка посмотрим, что еще можно найти. Можно подчеркнуть, например, вот черный цвет, кстати говоря. Вот такая вот пряжечка. Я не знаю, насколько они хорошо действительно держат, насколько они зажимают. Но вот здесь на рисунке, вот такой мини-рисунок, показано, как это примерно должно выглядеть. Может быть, кто-то из вас не знал, что есть такие вот идеи. Они мне очень в свое время понравились, но просто не было вещи, на которые можно зацеплять. Вот что-то типа такого, наверное, вряд ли, потому что это скорее куда-то, может быть, на воротник. Не знаю. Цены очень маленькие, такие вещи. Но смотрятся, мне кажется, они неплохо. Вот тоже чисто такая кардиганная. Так, что здесь у нас написано? Клип написано еще. Клип, застежки. Еще клипсы для броши. Вот такие какие-то разные названия. Я думаю, что я закажу несколько, потому что по-любому они пригодятся. А там уже буду смотреть, что будет лучше смотреться и как оно будет держаться. Вот такая маленькая вам тоже подсказочка. На этом я с вами, наверное, попрощаюсь, потому что у меня уже начинается мой рабочий день. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok